Пророк Исаия Пророк Исаия 1 стихи 53 главы «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыски, как ростоки сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни, и мы отвращали от Него лицо Свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его». Мы сегодня говорим о нашем драгоценном Господе Иисусе Христе, говорим о Боге. Что можно о Боге говорить? В принципе, так трудно говорить о том, кого недостаточно знаешь, не до конца знаешь. И при всем при том, я думаю, что все, кто говорят о Боге, дерзают это делать, потому что Господь нам оставил какие-то откровения о Себе Самом. Хотя осуждения наши часто не соответствуют тем, какими они должны быть. И Сам Бог говорил, что мысли мои выше мысли ваших, пути мои выше путей ваших. И при всем, при том, нам сладостно говорить о Христе. Я представляю себе, ну, есть у родителей малый ребенок, да, вот он еще ничего не знает из жизни, он только появился на свет, создают ему комфортные условия, все ему хорошо, он ничего же не знает ни о себе, ни о своих родителях. Но ему хорошо, потому что как-то родителей своих он знает все-таки. Он чувствует их тепло, чувствует их вот это родство, которое связывает. И, конечно, ничто не может ребенку заменить родителей, абсолютно ничто. Вот можно дерзать только говорить о Боге тем, кто это родство имеет, кто чувствует. И хорошо, когда это родство у нас есть, мы позволяем себе на что-то говорить о нашем Боге. О Христе, о нашем драгоценном, говорит Евангелие. Страдание Иисуса Христа, вот центральная часть всех Евангелий. Центральная часть занимает тема страдания Иисуса Христа. Ведь вместе с тем Писание говорит нам и о Рождестве Христовом. Но процент информации о Рождестве Христовом очень незначителен. Очень незначителен. Его можно сопоставить с тем, что в 53 главе, несколько стихов, из которых мы прочли, 12 стихов всего. В 53 главе книги Проводка Иоанна 12 стихов. Один стих из этих 12 говорит только обе Иисусе Христе, о Его появлении. Причем, каким образом говорит? «Ибо Он взошел наприд Нем, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели Его. И не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Итак, этот стих говорит о появлении Иисуса Христа здесь, на этой земле. Все остальные стихи говорят о Его страданиях. Написано это для нас с известной целью, чтобы хотя бы эту тему из жизни Иисуса Христа мы могли бы должным образом усвоить. Потому что в этой теме, наша жизнь, Христос выстрадал нам условия для того, чтобы мы жили. И не просто жили здесь, на этой земле. То, что здесь, на земле, особым образом протекает жизнь верующих людей, это само собой. Но речь идет о жизни вечной. И поэтому Христос так много внес в то, чтобы мы имели свое будущее. Интересно складывала жизнь Иисуса Христа здесь, на земле. И когда мы читаем истории жизни Иисуса Христа, мы имеем много поводов удивляться всему тому, о чем пишет Евангелие. Оно говорит о том, что у Иисуса Христа была целая армия врагов и лишь небольшая кучка неверных друзей. Речь ведет Евангелие о том, что он был предан в руки язычников. И вот это предание привело к тому, что его взяли под арест тогда, когда он молился отцу своему. Его признали невиновным, но его распяли при всем при том. И как будто бы вся Вселенная отключилась от Иисуса. Небо замолчало, Отец не отвечал, когда Христос, уже будучи распятым, молился. И земные друзья Иисуса Христа разбежались, все оставили Его. А наш Спаситель драгоценный Христос Иисус пил чашу страданий до конца. Он в любой момент мог перестать ее пить, отказаться от того, что он начал, при всем напоре страдания. Но он не пригубился к этой чаше только. Он ее выпил, выпил ее до дна. Нам заповедал он, чтобы мы вспоминали его страдания. Воспоминание его страдания через принятие хлеба, преломленного, который указывает на ломимое тело Иисуса Христа, через принятие чаши, через принятие вина. Поэтому эта чаша для нас, людей, названа чашей веселья, чаша радости по сравнению с тем, какую чашу выпил наш драгоценный Спаситель Иисус Христос. И вместе с тем, вот если обратить внимание на то, что пишет пророк Исаия, как люди воспринимали служение Иисуса Христа, можно с одной стороны бесконечно удивляться, а с другой стороны себя видеть среди этих же людей. Почему? Мне хотелось бы обратить внимание на то, что здесь Исаия пишет о величии нашего драгоценного Господа, которого представляет пророк Исаия в своем пророчестве, как Бог подает сына своего, что это раб мой. Раб мой, будет благоуспешен. Дал отец служение сыну своему, которое суть служения раба. И сам Христос говорил, что я посреди вас как служащий. И он так кротко и смиренно проносит это служение раба. Но отец говорит, слово Божие через пророка говорит об этом рабе таким образом, что этот раб будет благоуспешен. Он возвысится, он вознесется, он возвеличится из-за того, что царь царей стал рабом. И наше благополучие сокрыто в том, чтобы мы перед царем царей смогли бы смириться, смогли бы принять эту великую жертву Христову, которую он совершил. Я говорю это в связи с тем, что этот же пророк в первом стихе 53 главы пишет такие слова. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Кто поверил? О том, что далеко не все верят, ну, всем известно. Если представить мог бы каждый из нас, как мы пришли к вере во Христа Иисуса, как мы принимали это спасение, тоже есть о чем подумать, о чем поразмышлять. Как будто бы наше блаженство Христос настолько был заинтересован нам Его вручить. Он был заинтересован, поэтому Он и жизнь свою отдал для того, чтобы нам дать жизнь вечную. Но мы как брали эту жизнь неохотно, нам сильно не верилось, что, к чему и зачем. Нам нужно было очень много объяснять и вот так мы похожи на тех людей, о которых пишет пророк. Ну, всегда люди были такие, наверное. Я помню, вы все, наверное, знаете, кто читали Евангелие, в первой главе Евангелия от Иоанна речь идет о том, как впервые Христос начал собирать своих учеников. И там Филипп говорит Нафанаилу, Нафанаилу, что мы нашли Мессию из Назарета. А он говорит, а может ли быть из Назарета что доброе? Вот первое, что приходит человеку в голову, человек не по-человечески судит. Он не может мыслить какими-то другими категориями. Люди знают, что в Назарете всегда плохие люди были, и поэтому оттуда ничего доброго прийти не может. И позднее, когда Христос стал совершать чудеса, когда он являть, начал славу свою, показывать величие свое, когда все уже видели, что великий пророк восстал среди нас. Это было настолько ярким и очевидным. Вместе с тем люди, недоумевая, говорили, не плотников ли он сын, не его ли мать Мария, не его ли братья среди нас по именам перечисляют, не его ли сестры среди нас. И все настолько приземленно видели своими глазами, когда смотрели на Иисуса Христа. И никакой божественности. Но это мы такие, мы такие люди, мы всегда такие были. И вместе с тем Священное Писание говорит о том, что при всем при том, что мы вот такие изменчивые, долго думаем, даже если вопрос касается нашего благополучия, вечного, будущего, Христос до конца целиком и полностью, целеустремленно прошел свой жизненный путь здесь на земле. Это Христос совершил. Это Он совершил. И совершил Он с полной отдачей, совершил Он с абсолютной точностью, так как было предсказано пройти этот путь Иисусу Христу. Он так и сделал. Писание в Новом Завете где-то 175 раз говорит о том, что Христу надлежит умереть. Сам Христос это провозглашал. Ученикам это было непонятно. И они затруднялись в принятии этой мысли. И даже тогда, когда однажды, как евангелист Матфея пишет в 16 главе своего Евангелия, уже Петру стало что-то ясно насчет того, что Христос должен пострадать. И он начал просить, чтобы Христос уберег себя от этих страданий. Говорит, да не будет этого с тобой. И Христос упрекает Петра, а говорит, ты думаешь не о том, что Божье, а что человеческое. Какая разница большая между тем, что Бог думает, и между тем, что думаем мы, люди. А ведь та книга, которую мы читаем, это книга Божья. Он дал нам эту Библию, которая говорит о Боге. Мы в Псалон даже поем такую книгу. Бог мне дана, хоть поношена она. И читают ее нам с детства, эту книгу. Она нам говорит о будущем, о славном будущем, которое обустроил нам наш драгоценный Господь, Спаситель Иисус Христос. И поэтому, что такая картина складывается здесь на земле в принятии Иисуса Христа, Его спасения. Павел, когда пишет послание к Римской Церкви, он тоже обращает на эту деталь внимание и говорит таким образом, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для еленов безумие. А кому Павел проповедует? И тем, и другим. А что те думают? Те соблазняются, а вторые говорят, что это безумие. Павел проповедует, потому что цель Божия это слово донести для спасения многих людей. И слава Богу, что при всем при том, что люди в массе своей, большинстве своем, вот так воспринимают это учение, оно продолжает оставаться здесь на земле, и оно продолжает совершать свою спасительную работу. И вот здесь я снова хотел бы обратить внимание на то, что говорит Писание нам, задает этот вопрос в начале 53 главы пророк Исаия. Кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня? Кому она открылась? Вместе с тем мы говорим сегодня о том, что мы верою приняли Иисуса Христа. И нас, относительно людей, которые живут вокруг нас, очень-очень мало здесь. Есть большая часть людей, которые еще не приняли спасителя. Но надежду на спасение, слава Богу, обрел человек, который был распят со Христом. И вот этот тоже акт, усмотренный Богом, свидетельствует о том, что самый выброшенный человек из жизни, самый оказавшийся ненужный людям, такого человека может Господь переделать, может изменить его, может всю сущность его внутреннюю переродить. Человек станет новым, человек станет пригодным для Царствия Небесного. И это величайшее свидетельство спасающей силы Иисуса Христа, силы, которая преображает людей. Поэтому мне хотелось бы еще и еще раз говорить о том, что каждый человек имеет во Христе большую возможность обрести новое для себя. Тот, кто не знает жизни вечной, тот, кто не обрел ее, может обрести верою. Но для этого поверить надо. Люди всегда сомневаются, очень многое подвергают сомнения. Им, к большому удивлению, людям проще поверить, ну, не былицам всяким. Вот ходит молва, скажем, в народе о том, что Христос учился в Тибете или же в Японии. И вот это так быстро схватывается и начинает спорить, и доказывать один другому. А ведь простые вещи, которые написаны в Евангелии, так часто проходят вообще не мимо взора, не мимо понимания человека. Нам оставлено простое слово Господне, которое воспринимать единственно, достойно верою. И мы сегодня говорим о нашем драгоценном Христе, о Господе, который не страдал. но это слово Его, которое Он оставил нам, оно оставлено не для того, чтобы мы не просто как-то прочитали Его или услышали, а чтобы верою приняли Его для своего спасения. Вопрос здесь в первом стихе звучит, пусть он останется вопросом для всех нас, которые сегодня здесь присутствуют. может быть, кто-то долгое время решает для себя вопрос, принимать Иисуса Христа или не принимать. Можно только лишь тогда обрести чувство родства со Христом, когда прийти к Нему, когда именно родиться от Бога, тогда приходят эти чувства. А в духовном плане рождение зависит от каждого человека. Я уже говорил эту мысль в физическом плане. Не зависит рождение человека. От меня не зависело мое рождение. Но духовное рождение зависит от каждого человека, который слушает это слово. И если человек это слово услышал и никак не отреагировал на него, это беда самого человека, потому что вера от слышания, слышание от слова Божия, это слово Божия обличает человека. Оно мало что хорошего говорит о природе самого человека, о состоянии его жизни. Но это слово говорит о том, что есть тот, который все меняет, есть тот, который может нашу порочную жизнь изменить, нам простить грехи прошлого, очистить нас от беззакония наших и дать нам новое направление жизни со Христом. Это может сделать только Господь наш. Если мы понимаем свою греховность и с этими грехами своими идем ко Христу, каемся перед Ним, сознаем свою греховность, и тогда Христос наш милосердный дает нам новую жизнь, появляется это чувство особого родства с Богом, которое постоянно влечет нас к Богу, к молитве с Ним, к чтению Слова Его, начинается новая жизнь, это жизнь полна веры, а не противостояния. Я еще раз хотел бы обратить внимание на то, почему вот когда я читаю 53-ю главу, она мне кажется главой постоянного контраста, любой стих, который мы читаем, он говорит, насколько человек контрастнее, контрастно относится к тому, что делает Бог, что делает Христос. В этом предупреждение для нас, мы же те же самые люди. И вот в чем я хотел бы обратить внимание на этот контраст. Вот смотрите, он был презрен и умолен пред людьми. Христос, да, муж скорбей, изведавший болезни. А что касается нас, это он, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, это он, а мы, а мы ни во что ставили его. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы? А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. И ранами его мы исцелились, если ко Христу пришли, если поверили, если осознали, что только этот шаг необходимо сделать. Далее. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был на заклане и как огнец перестригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. Это он, а мы все блуждали, как овцы, совратились с каждым на свою дорогу. Это так мы. Сегодня путь Иисуса Христа завершен. Завершен триумфом спасения всех людей, кто веру и хочет принять его в свою жизнь. Есть ли этот триумф у каждого из нас? Освоили мы веру и служение Иисуса Христа? Это вопрос для каждого из нас. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Пусть этот вопрос найдет ответ в каждом из здесь присутствующих. А то, что сегодня совершалось утром и будет совершаться вечером, является ярким напоминанием служения Иисуса. И дай Боже наше отношение с Богом не ставить как противостояние всему тому, что делает Господь, а принять с полным согласием, с полной верой в то, что написано здесь. Ради нашего спасения, ради жизни вечной. Аминь. Давайте мы помолимся еще, друзья мои. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.